Когда я случайно залетел в ту местность и не знал, пройду-не пройду, увидел озера и решил, что однозначно нужно пройтись над ними на минимальной высоте. Это, конечно, просто выл я от восторга, когда это делал. Планилиза вообще, честно говоря, состоит из вот этих моментов, когда ты или трудишься, вот как мы сейчас в потоке, стоим, медленно набираем высоту, заправляемся топливом. То есть мы сейчас на автозаправочной станции, в потоке восходящем. И когда мы набрали эту высоту, дальше уже можно с криком, там, хотите, гей, хотите более спокойно двигаться, куда мы хотим. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Начинаем безмонтажный ролик набору Гренобля. Где у Гренобля? Мы сюда забрались, довольно редкий вид вот этого места, потому что лежит снег. Здесь зимой, конечно, снег бывает, и сейчас всего лишь какой-то там 3 или 4 мая. Но уникальность ситуации, что здесь высокая кромка сейчас. Чаще всего это место затянуто пеленой облаков, и можно летать достаточно низко. А сейчас вы посмотрите, как мы высоко. У нас 2700 метров. С нами летает еще какой-то планер. И буквально 5-минутная экскурсия по этим потрясающим местам. Сейчас, я так понимаю, краски должны быть сочные, зеленые. Не знаю, напишите, как у вас на голубых экранах картинка, которую вы наблюдаете. Но мне она сводит мозг. Итак, это место находится юго-восточная Гренобля. Сам Гренобль вот. И вы представляете, как недалеко ехать гренобльцам, полетать, полетать, по горнолыжке позаниматься. Сейчас крыло показывает на знаменитое место Сантильер, где происходит интереснейший парапланерный фестиваль, констюмированный такой шоу, когда парапланеристы летают в костюмах. Увидеть парящими в небе британскую королеву, болид Формулы-1 или корабль-дракон с викингами на борту. Такую возможность имеют разве что зрители международного фестиваля свободного полета, кубок Икара. В маленькой деревушке Сент-Илер во французских Альпах он проводится с 1974 года. И по традиции конкурсная программа завершается костюмированным шоу. В нынешнем году участие в нем приняли около 150 экстремалов, профессионалов и любителей, совершивших полет с парашютом на парапланах, воздушных шарах, дельтапланах и неопознанных летающих объектах. Вот здесь знаменитейший горнолыжный курорт шикарный, на котором очень долго можно кататься. Но это еще не все. А вот сейчас я вам покажу. Вот там крыло показывает ледничок, на котором катаются до августа. Этот ледничок довольно часто встречается на моих видео. Очень он красивый. Мы сейчас, может быть, к нему слетаем, а может быть, не слетаем. Посмотрим. В любом случае, я думаю, что вот эти вот 5 минут с высоты должны вас привести в чувство глубокого восторга. Что здесь ярко максимально, но посмотрите, какие скалы, как они обрываются вниз. То есть вот здесь выходишь в эту долину, и вот практически какая-то полная пропасть. Когда мы возвращаемся с Монблана, Монблан виден. Ну, кстати, Монблан должен быть видеть вот туда, куда крыло показывает. Там дальше, после цепочки этих гор. Мы его сейчас видели, сейчас он за облаками скрылся. Посмотрите, даже видите, из потока ради вас вышел. Посмотрите, какие обрывистые скалы. Внизу уже зелень. Зеленые деревья. А потом раз и царство зимы. Очень красиво. Я люблю это место еще за озера. Озера я вам сейчас тоже покажу. Спят озера под льдом. Они только-только такой дымкой контуров проснулись. Там вот, опять же, куда крыло показывает, немножко дальше. Сейчас я уже в ручку опять взял. Через буквально две вершины находится красивейшая цепочка озер. Я, может быть, не поленюсь в это видео вставить проход над этими озерами. Посмотрите, в какое место мы добрались. И мы должны перелететь сейчас вот эта плата с озерами. Выглядит это, конечно, достаточно страшно. Но я думаю, что у нас получится. Когда я случайно залетел в ту местность и не знал, пройду-не пройду, увидел озера и решил, что однозначно нужно пройтись над ними на минимальной высоте. Это, конечно, просто выл я от восторга, когда это делал. Планилиза вообще, честно говоря, состоит из вот этих моментов, когда ты или трудишься, вот как мы сейчас в потоке, стоим, медленно набираем высоту, заправляемся топливом. То есть мы сейчас на планерозаправочной станции в потоке восходящем. И когда мы набрали эту высоту, дальше уже можно с криком там, хотите, гей, хотите более спокойно двигаться, куда мы хотим. То есть мы заправляем километр высоты с этого километра. Ну, в теории, можем 50 пролететь, в реальности там 35-40. Из-за того, что вот у нас, видите, крыло все в мухах. Пока взлетали, пока были на малых высотах, все крыло уже мухами забито. И вот эти мухи, кстати, до 10% качества аэродинамического теряют. Ну, в смысле, отбирают. И даже если у нас специальные мухочистинки, я могу вот у нас тумблеры, вот этот тумблер щелкнуть, и выйдет такая смешная штука на крыле, которая чпок, доедет до конца крыла, и потом чпок назад и почистит там, срежет леской головки мух, и наше аэродинамическое качество возрастет. Так. Ну, вот видите, все, продолжаю набор. Что бы вам еще такого рассказать? Долина Гренобильская, в ней постоянно летом инверсия. То есть вот все, что вы видите, красивое такое, и кажется, что можно здесь шикарно летать. Если вы спустились в Гренобильскую долину, то вам кирдык. Шембери, кстати, вот опять же, вот перед крылом там на горизонте. Поэтому все стараются высокими горами летать. О, вот сейчас озера красиво. Вот они, смотрите, какие. Все контурочки видны. Есть? И где-то безмонтажное. Поэтому я проявляю свое искусство оператора. Ну, монтировать я, конечно, буду. Я вам озера вставлю, но минимально. Так вот, об инверсии. Вот, кстати, еще красивые три озера. Ну, тоже вот такой на плаце такие расположены. Тоже к ним очень интересно слетать всегда. Вот эта инверсия заливает всю долину колпаком теплого, перегретого воздуха летом. И в Гренобле, конечно, ады. То есть там летом только что застрелиться остается. Настолько жалко и противно. Плюс выклопные газы, плюс все. И, конечно, решением являются электромобили. Так вот, представьте, живет в Гренобле специальная секта зеленых, которые борются с электромобилями. И они занимаются порчей заправок. И вот мы как-то с женой поехали в Гренобль и не могли нигде заправить электромобиль, потому что как раз секта взяла и сломала все ближайшие к нам заправки. Так что, представьте, сколько извращенцев на планете Земля живет. Хотя они, конечно, скажут, что это мы, извращенцы, тут шляемся по небу, дурака валяем, ничего хорошего не делаем, что вот сидим в небе и все. Но я думаю, друзья, что это у каждого своя работа, у каждого свои приключения. Мне кажется, что верхом маразма утопить в болоте какой-нибудь внедорожник и сказать, что продаю там внедорожник недорого, ну, самовывоз вертолетом из болота. Хотя я сам этим тоже увлекаюсь. Другие скажут, что вы что дураки, машины в болоте топите. Кто-то там, не знаю, прыгает, бейсджампинг какой-нибудь, кто-то на этих вильсьютах летает. И вот типичный обыватель, мне просто буквально завалили недавно комментариями в стиле, вы же дураки, вы же тут убьетесь, вы же прям, что же вы творите такое. Ну, что можно сказать? Мы пилотируем планер, мы используем, учимся вот этому покорению природы, возможности летать без мотора. И это, ну, не знаю, это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты используя вот эти невидимые ниточки потоков, можешь часами, сейчас у нас четвертый полет, через полетах, часами перемещаться в пространстве, вот становясь на вот эти заправки. Ну, не знаю, вот у меня даже слов не хватает, чтобы выразить вам свой восторг. Я вот думаю, что у меня вот ученик сейчас в передней кабине сидит, он тоже восторг выразить не может. С точки зрения опасности, если ты умеешь, если ты понимаешь, что ты делаешь, многие же вещи у нас, когда нам что-то непонятно, непонятно как это делается, то люди думают, что это опасно, это страшно. Это не опасно, друзья, и совершенно не страшно. Но сапланер это великолепный, там, не знаю, аккумулятор энергии, он может разогнаться, дай-ка я разгонюсь-то. Вот смотрите, я сейчас вот внизу, видите, скала? Я прямо до скалы сейчас опущусь. Вот. Скорость растет 200, 220. И видите, как скала уже рядом. А теперь смотрите. Оп. И она уходит вверх, потому что я размениваю энергию скорости на энергию высоты. Поэтому, когда мы гоняем по склонам, там, с криками гигей, и о чем нам пишут, что вы дураки, мы сейчас в скалу врежемся, мы контролируем планер во всех, во всем осям, не только вправо-влево, но еще значительно сильно, действительно сильно вверх-вниз. Ну, поэтому склон не является такой проблемой. Сейчас вот я какую-то дырочку вам найду, в эту дырочку уже пролечу. Раз ролик у нас стал уже немножко длиннее, чем я изначально планировал. Я хочу просто скептикам, так сказать, ответить на вопрос, почему уже мы не боимся летать. Ну, мы не боимся, потому что не боимся. Вот смотрите, кажется, ну вот куда планируют деться? Куда ему там? Он сейчас куда-нибудь врежется. Ну, во-первых, я все-таки прицелюсь в перевал, потому что я не хочу остаться здесь. А теперь смотрите, перевал вроде как низкий, да? Но я еще ниже, еще я разгоняю планер. И совсем низенько проскакиваю. Но у меня энергии сейчас немерено, то есть я могу потянуть ручку. Видите, скала справа. И я сейчас пройду над этой скалой. Дошу скорость. 150. Видите, мы уже на уровне скалы. И вот смотрите, я сейчас раз и над ней. Оказалось уже, что это невозможно, да? Что мы ниже нее. Вот, мы выше нее прошли. Так что, товарищи скептики, учитесь делать что-то хорошо. Если ты умеешь где-то сделать что-то хорошо, то это будет, ну, до определенной степени безопасность. Если совсем, так сказать, не комить в природе и не наглеть. Твоя ручка по крипту. Ой. На этой оптимистичной доте до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Я взял ручку. До новых позитивных роликов! Эгегей! Надо в стопор не свалиться сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!